МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередных резервистов сегодня на территории военкомата проводил руководитель аппарата администрации Махачкалы Муборис Мустафаев. Рискуя жизнью, медсестра Осията Бдуразакова, уроженка Фунзакского района, находящаяся с самых первых дней в зоне СВО, представлена к медалям Жукова. Прежде всего, безопасность и качество. Строительство автомобильной дороги Манаскен завершено, сообщает Министерство транспорта Республики. Полиция задержала разыскиваемого по подозрению в покушении на убийство двух человек. В сентябре этого года житель Буйнакска в ходе конфликта произвел из оружия четыре выстрела в свою сестру и нанес ножевое ранение ее соседу. В результате пострадавшие с телесными повреждениями в области шеи и грудной клетки были доставлены в медучреждения. Однако, спаси их не удалось. На трассе в Суримонстальском районе произошла авария. Водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением и съехал на обочину, после чего машина перевернулась. В результате ДТП с различными травмами госпитализированы владелец транспорта и двое его пассажиров. Ежедневно с городского военкомата отправляются мобилизованные мужчины для прохождения дополнительной подготовки. Очередных призванных проводил руководитель аппарата администрации Махачкалы Муборис Мустафаев. Перед отправкой чиновник вручил рюкзаки со всем необходимым. В состав первоочередных вещей вошли термобелье, утепленная экипировка, аптечка, а также спальные мешки, резиновый коврик и обувь. То, что вы решили охранять, защищать покой своих близких, родственников, своих окружающих далеко за пределами Дагестана, далеко за пределами Махачкалы, это уже своего рода геройство. Наверняка вас одолевают мысли о том, какие проблемы остаются здесь у ваших близких, какие-то нерешенные бытовые проблемы и так далее. В этом отношении главой города Махачкалы создан координационный штаб для решения любых ваших проблем, проблем ваших близких. Мобилизованные ранее проходили службу в рядах российской армии, а некоторые принимали участие в горячих точках. Александр Воронцов, прошедший чеченские события, пришел сразу, как вручили повестку. Настрой у мужчины боевой. Если пришла повестка, приходите, пожалуйста. Быстренько побоеваем, и все заживем заново. Все будет хорошо. Ряды мобилизованных продолжают пополнять и добровольцы. Так, главный диспетчер городской службы 112, Магомед Рамазан Яхьяев, отправился в зону СВО по собственному желанию, несмотря на то, что сфера деятельности позволяет ему получить отстрочку от призыва. И уже находится на Украине, Запорожье, прошел курсы. Яхьяев работает у меня более трех лет. За время работы показался очень добросовестным и исполнительным, дисциплинированным, принципиальным работником. Сам изъявил желание и ушел добровольцем в первые же дни, как объявили мобилизацию. Храбрости и мужество присущи каждому мужчине из Дагестана, но нередко такими качествами обладают и представительницы прекрасного пола. Медсестра Асият Абдуразакова, уроженка Хунзахского района, находившаяся с самых первых дней в зоне СВО, представлена к медали Жукова. Рискуя собственной жизнью, она выполнила остановку продолжающегося кровотечения 15-ти тяжелораненым и смогла спасти им всем жизнь. Асият приходилось оказывать медицинскую помощь даже в условиях продолжающегося ракетно-артиллерийского обстрела. Она лично участвовала в эвакуации 25 раненых и в выполнении 97 оперативных вмешательств. Салман Дадаев вручил очередную партию помощи военнослужащим. Ранее жены морпехов обратились к градоначальнику с просьбой оказать поддержку солдатам Каспийской флотилии. Мэр столицы региона лично привез на базу 100 спальных мешков, укрывной материал и автомобиль Нива. Привезли, написали, сразу привезли. Можете, начнем с пальмами еще? Квадрокоптеры достать, я хочу. Сейчас на самом деле с мобилизацией, да, сейчас... Не сыпалось ничего на наших ребят? Вот в бесконечном количестве. Они же перемещаются. И это хорошо. Там в новом месте. Потому что зачастую, что там прикрепил, да, где-то там прикреплен, оно потом отрывается, оно под новое помещение, когда оно не годится. В завершение встречи мэр столицы прокатился за рулем трофейного бронированного автомобиля. В пяти махачкаринских школах открылись росгвардейские классы. Торжественная церемония прошла в школах номер 1, 10, 34, 46 и 52. Рапорт о готовности к открытию каждого класса был дан главе Дагестана Сергею Меликову, который в формате видеосвязи поздравил учеников. Мэр города Салмандадаев и представители управления Росгвардии по республике посетили уроки мужества и побеседовали с детьми. Школьники, в свою очередь, подготовили рассказы о героях разных времен Великой Отечественной войны и современников. Дорогие дети, я вас поздравляю с началом учебной деятельности в росгвардейском классе. Желаю вам успехов в этой подготовке. И хочу вам сказать, что пока мы ждали и проводили такой небольшой БЛИЦ-опрос, я получил большое удовольствие от того, какие вы все умные. Я вас благодарю за те эмоции, которые вы мне подарили. И желаю вам учиться еще больше, постигать знания и всегда стремиться увеличить ваши знания. Я говорю, вы уже достаточно взрослые дети, чтобы понимать уже, что происходит вокруг, что происходит в мире. Кто-то пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны. Вы, наверное, тоже видите, ощущаете. Человеческие ценности как-то не в самом правильном направлении пересмотреть пытаются люди. А вот такого рода уроки, они будут как раз-таки вам прививать все самое лучшее. Вот помните, в детстве такой стишок был. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха. Все помните, что такое хорошо и что такое плохо. Вот если вы будете как раз-таки следовать всему тому, что такое хорошо, и не будете переступать черту, когда уже это называется плохо, это будет правильно. Вот именно когда человек ведет себя правильно, вот тогда он уже на пути к тому, чтобы быть готовым для совершения подвига. Отважный красноармеец вступил в неравный бой с шестью самолетами немцев. За совершенный в небе подвиг дагестанец был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Отметим, всего в Дагестане накануне открылись 14 специализированных росгвардейских классов. Строительство автомобильной дороги Монаскент завершено, сообщает Министерство транспорта республики. Она позволит разгрузить напряженный участок в федеральные трассы, которые соединяет аэропорт Махачкалы с Южным Дагестаном. В частности, дорога предназначена для развития прибрежной части Карабудахкинского района. Кроме того, на месте пересечения пути с рекой Монасо-Зень построен новый железобетонный шестипролетный мост. В пределах села устроены пешеходные тротуары, ливневая канализация и водоотводные трубы. А вот ремонт улицы Докуспаринской в поселке Ленинкент еще продолжается, но близится к завершению. Ее протяженность составляет 2,6 км. До начала строительно-монтажных работ при поддержке местных жителей были демонтированы все самовольно возведенные строения. Сейчас здесь приступили к укладке асфальтобетонного покрытия. Появилась новая ливневая канализация. Обустроены тротуары с дополнительными заездными карманами для парковки автомобилей. Ознакомиться с темпами реконструкции прибыл Салман Дадаев. На месте мэр города дал поручение начальнику УЖКХ ускорить процесс, контролируя при этом высокое качество ремонта. Очень хорошо, что при выполнении работы изначально было заложено и строительство ливневой канализации, и, соответственно, там надо будет посмотреть, чтобы нормативное количество приемных решетов было. Все, 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 контролируемые проекты, все, что холодные. После того, как все столбы перенесет, надо будет посмотреть на эти столбы, что освещение. Таким же образом, чтобы тротуары не заложали, подстраивали. Устанавливаете столбы, поскольку техническому расчету, но в то же время, чтобы, если там есть необходимость переместить его, там, лево-вправо этот столб, для того, чтобы там заложения не было тротуара, эти моменты тоже присмотрят, отклонение от проекта опустимо. Смотря на акцию технического расчета, все равно там, темная эта улица не будет уже. Это очень важно, ее своевременное завершить, потому что здесь было личное поручение президента по этой улице Российской Федерации. В связи с тем, что во время дождей, получается, таким образом идет, там, устроена геометрия посолка, что вся вода собиралась со склонного, с перевала, примерно, даже, и полностью текла по этой улице. Здесь, после каждого дождя, устроена. И о спорте. Новый руководитель – большие планы. Федерация Тэквондо Дагестана избрала нового президента. Им стал Мута Калаев. Его избрали президентом организации на выборной конференции Федерации, прошедшей в Центре боевых искусств в Махачкале. За кандидатуру Калаева проголосовали все члены Федерации. До этого организацию возглавлял Айдемир Шахбанов, который совмещал эту должность с постом главного тренера сборной Дагестана. В ходе совещания члены Федерации и наставники рассказали о последних успехах команды и ближайших планах, а также выразили свои пожелания новому руководителю. Среди основных задач Мута Калаева на этом посту – поддержка перспективных спортсменов, расширение географии, развитие этого вида спорта в регионе и увеличение количества турниров. Взял на себя ответственность и есть намерение и готовы помогать спортсменам. Хочется, чтобы у нас побольше занимались этим видом спорта, чтобы спорт развивался, чтобы ребята не отчевались где-то по улицам, не занимались ненужными делами, а занимались спортом, были помощниками своим родителям в стране, в республике, чтобы поднимали республику, имя республики на хорошем уровне, в хорошем виде спорта, чтобы у нас появились олимпийские чемпионы. По воле Всевышнего, если я чем-то могу быть полезнее, я постараюсь. Таковы новости к этому часу. Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова